Я читал в интернете статью, я вот помню точно, вы вам сейчас подскажете, вы не давали интервью или у вас была статья, заголовок произведений такой, поправите мне сейчас, что монархи для вас это реальность, это не фантазия, в современном 21 веке, в контексте России. И я бы хотел раздражаться от этих партийных дел, прошедших, минувших и будущих, и не говорить о моей республике, как вы видите в 21 веке монарху России, и получится ли русского народа, о котором вы очень часто говорите, я надеюсь искренне, своим силами, в том числе через себя собой, вернуть настоящую единую власть России. Потому что на этом году мы потеряли. Никакой не идет в первую очередь, а именно в 17. Спасибо. Ну я прежде всего хотел, вот сидит напротив меня батюшка Никон, я хотел бы сказать, что это человек, который в значительной степени повлиял на мои представления в начале 90-х годов, и в 92-м году я именно благодаря ему стал монархистом. Может быть не только благодаря ему, был Владимир Махначич, нынче покойный, была публицистика, которую я читал, Ильина Солоневич и так далее. Но вот лицо, которое в тот момент представлял для меня образец монархиста, это вот батюшка Никон. Хотя в последние годы у нас возникли довольно серьезные противоречия, как раз по монархическим вопросам, но это не означает, что я не помню тех лет и не испытываю к отцу Никону глубокого уважения. Вот, а монархия действительно, я считаю, что монархия это основа нашей традиции. То есть когда-то, во времена Оны, Россия стала самодержавной монархией, и только поэтому стала явлением мирового уровня. То, что после этого Советский Союз был тоже явлением мирового уровня, ну скорее можно теперь уже сказать, что это некий исторический курьез. То есть на базе тех тенденций, которые возникли в условиях монархии, Советский Союз смог подняться. И многие, в том числе и социальные программы, которые были затеяны еще при царе-батюшке, были реализованы в Советском Союзе. Но при этом еще и народ надорвался над тем, чтобы реализовать идеологические утопии большевиков. Какие-то отмерли сами собой, но пришлось за них колоссальные жертвы заплатить, а какие-то удалось реализовать в каком-то более мягком варианте. Но в конце концов эта идеология и привела к краху Советского Союза. Все прогнило, и эти идеологические скрепы оказались временными, ненадежными. А монархия все-таки это опыт тысячелетий, опыт всех народов, которые населяют землю. Нет таких народов, которые не были монархическими. У нас есть также впечатляющий исторический опыт перехода от республики к монархии в Римской империи. Поэтому это реальность. Реальность – одно из самых масштабных явлений мировой истории. А Россия тоже очень масштабное явление. Тысячу лет без нее представить невозможно. Существование мира. Хотя, может быть, как империя России не тысячу лет. Там где-то можно с Иоанна Третьего наверняка считать, что Россия – это явление мировой истории. Возможно, да? Ну, да. Можно, примерно так можно считать. Поэтому и столь масштабное явление, как восстановление монархии в России, я считаю, вполне реальным. Только надо к этому относиться, как к некой реальности, которая должна быть переведена в сферу политики. Не в сферу разговоров о том, как хорошо, какая замечательная у нас страна, как нам хорошо жилось. Чаще всего об этом говорят, исключая государство как таковое. Замечательная культура, замечательная литература, мыслители, военно-начальники, чего там только не было у нас в стране. Но только забывают, что все это было основано на монархическом устройстве государства. Поэтому нужно относиться к политическим вопросам, которые связаны с монархией, как к неким реальным вопросам. То есть некий реальный процесс должен осуществляться. А это значит, что люди с монархическим мировоззрением должны высказывать наиболее острые суждения или обсуждать наиболее острые темы современности, современного состояния нашего общества. Если это будет просто обсуждение каких-то исторических достопримечательностей, каких-то воспоминаний о прежнем величии, то это все уйдет в музейную пыль. Я надеюсь, что когда-то в монархической партии у нас, хотя это звучит довольно глупо, монархическая партия, но это, скажем так, монархические настроения обретут какие-то формы. На данный момент это звучит антиконституционно, надо признать. Понимаете, антиконституционно-то может это и звучит, потому что в конституции написано, что у нас республиканская форма правления, только нигде не объяснено, что это такое. Отсылают к словарям, как будто бы словари объясняют право. То есть у нас запрет монархических организаций не установлен. А, скажем, во Франции еще с незапамятных времен, по-моему, с 1901 года, вообще существует специальный закон о монархических организациях, хотя там в республике значительно больше лет, чем в России. Поэтому монархические установки в политике не являются антиконституционными, если они наряду с другими не требуют насильственного слома. Не в испанском варианте. В Испании просто монархия, поэтому о чем говорить. Я говорю про Францию. Испанский вариант, понимаете, у нас не может быть какого-то варианта, кроме российского. Мы слишком крупны для истории, но мы не можем заимствовать у Испании. Мы можем какой-то опыт там изучить. В принципе, в Испании опыт-то неудачный. Потому что там монарх есть, а монархии как таковой нет. То есть эта форма правления не укоренена в национальном самосознании. Поэтому сейчас корежит на все стороны Испанию. И там приверженцев монархии очень немного. И только благодаря тому, что диктатор установил монархию, она там и существует. Но это чисто не значит, что больше к России в основном не надо. Смотрите, Владимировны тоже. Да. Ну, давайте будем спокойнее и более интеллигентно относиться к теме. Если эта тема будет затронута, мы можем ее обсудить. Вопрос монархии должен быть практичен, в том числе и в вопросе о том, кто является или кто может быть монархом. Если вы эту тему готовы, я уже две минуты на это потрачу. Значит, монарха нельзя избрать. Нельзя всенародным голосованием утвердить монарха. Тогда это будет Владимир Владимирович Путин. А результаты его деятельности, по крайней мере, мне очень хорошо известны, чтобы сказать, не дай бог. Монарх может быть только призван. Призван не может быть человек с улицы. Призван может быть тот, кто по закону имеет право. По закону имеют право те, кто следует закону о престолу наследия. Есть очередность наследования. По очереди можно расставить наследника в каждый момент времени. Времена меняются. У тех, кто является наследниками какой-то очереди, рождаются дети. Они сами уходят в мир иной и так далее. То есть это такая динамичная система. Но в каждый момент времени, в соответствии с законом о престолу наследия, можно расставить цепочку. В этой цепочке Борейна Владимировна стоит первой. Вот никуда не денешься. Ну, вы можете считать это ошибкой. Я считаю, что так. Но с другой стороны, я считаю, что вопрос о том... Дайте я доскажу, если вы этим вопросом заинтересовались. Но это не означает, что царицей в России будет Мария Владимировна. Потому что это событие, которое определено не человеческим выбором, а скорее выбором Господа Бога. Поэтому, кроме того, через что этот выбор будет сделан? Он может быть сделан только через Земский собор, который рассмотрит не случайные кандидатуры, как вот тут были какие-то разговоры, а давайте там дочку, внучку, правнучку, там, маршала Жукова изберем на царстве. Или что-нибудь подобные фантазии, они должны быть отброшены. Земский собор может рассматривать кандидатуры, которые имеют право. Первая кандидатура. Есть возражения? Есть. Рассматриваем возражения. Если они существенные, кандидатура отставляется, рассматривается следующая кандидатура. Но не случайная, а следующая по очереди. И как только первая кандидатура удовлетворяет требования, которые заложены в законодательство о престолу наследия, это лицо и призывается, приглашается царствовать. Это не значит, что оно согласится. Тогда следующая рассматривается, что согласится. Поэтому я вижу, что только таким образом может быть упорядоченное введение монархии. Никаким другим способом. То есть здесь волюнтаристский путь связан только с одним. Условия для восстановления монархии может обеспечить только национальная диктатура. Диктатура вправляет суставы из увеченной страны, выстраивает систему власти, такой, какая она должна быть, еще не монархическую, но использующую монархические принципы и монархические институты, так как об этом писал Иван Ильин. Есть ряд принципов, которые в основу государственной власти могут быть положены еще до того, как монархия восстановлена. И когда вот эта функция тяжелая, жестокая будет выполнена в ограниченные сроки, тогда можно вести речь о восстановлении монархии. Тогда, я думаю, и вправятся мозги и уподавляющие большинство граждан, которые поймут ценность монархического устройства и его сущность. Иван Ильин, а можно вопрос по этому вопросу? Мне бы очень интересно было ваше мнение. Вот в таком ракурсе, я так понимаю, вы говорите о монархии в контексте романовской династии, а как же быть с предсказаниями монаха Авеля, Серафима Саровского, Пороскиева-Дивеевской, что на наследнике Николая II романовской династии прекращает свое существование? Ведь предсказания эти были совершенно очевидны. И они сами это придумали. Они транслировали решения, принятые Богом по поводу романовской династии. И вот меня удивляет, когда верующие люди начинают в политических терминах рассуждать о очередности продолжения романовской династии, когда им сказано свыше совершенно ясно и четко, она на наследнике Николая II закончилась. Ну, понимаете, первое, значит, однозначная интерпретация пророчества, на мой взгляд, это несколько, я бы не сказал, некое проявление гордыни, на мой взгляд. То есть однозначно нельзя судить, понимаете. Вот мы можем судить прерванно ветвь романовых или нет с убийством подавляющего большинства тех, кто в тот период был на очереди наследованных, да, и их чат и домочадцев. В любом, я полагаю, мы вот с Борисом Вентоградом так и написали, что династия в любом случае будет новая. В любом случае. Потому что произошел разрыв. Ну, уж почти сто лет прошло. Понятно, что это новая династия, вообще в новых условиях. Но кто эту новую династию возглавит? Может возглавить только тот, кто придет по закону. Ну, ведь с Рюриками точно то же самое произошло. Оборвалась династия, мы считаем, что она оборвалась. Но ведь династия романовых продолжила Рюриковичей, а не пресекла их. То есть это не был человек, призванный со стороны. То есть здесь связь, безусловно, есть родственная, родовая связь. И она всегда так на Руси власти передавалась. По родству. Поэтому в данном случае, что такое по родству, вполне четко определено законом престола наследия. Ничего другого не придумываешь. Не придумываешь, потому что здесь воплощенная в законе традиция. Вот пока не было этого закона, был все время соблазн от традиции отойти. Здесь достаточно внятно все... Главное показание – это гордыня. А если попытка решить вопрос о престоле наследия в России, когда монарх России должен быть дан Богу по закону, это не гордыня? Нет, подождите. Речь идет о том, что... Говорить о монархии – это не значит сказать, что завтра мы ее уже восстанавливаем. Поэтому, когда условия сложатся... Нет, ну, людям же надо знать нечто конкретное, как монархия может быть восстановлена. На каких принципах? Когда вы говорите, что династия Романовых пресеклась, и поэтому мы не знаем, как... Вот мы просто ждем решения Господа Бога, то вы не отвечаете на вопрос, как может быть восстановлена монархия. Я думаю, что Господь Бог нам дал это средство решения. И уже... Но это вы говорите про личное решение, я не имею в виду про решение общественное. Как это мы прекратили, чтобы быть достойным монархиям? Правильно. Общество спрашивает, а как вы собираетесь восстановить монархию? Как это будет сделано технически? Как выбирать или как призывать монарха? Как это будет сделано? Абстракция, что когда-нибудь мы там через какое-то время соберем всех лучших людей России, и на них снизойдет откровение, и они скажут, кто монарх, это не проходит. Это такая фантазия без какого-то конкретного очерка. Вообще о чем идет речь? А у нас все конкретно в нашей истории. Все уже расписано, все уже было как аналогия, и опыт уже есть. Зачем же такую фантазию, как сказать, пытаться привить такую фантазию, которая не имеет конкретного политического образа? Вот то, что я говорю, это... Вы знаете, во-первых, это невозможно, потому что Россия уже находится под внешним управлением. Что-то добавить к этому невозможно. Если представить себе нереальное, и Мария Владимировна становится государной императрицей, и правит Россией, то я уверяю вас, хуже не станет. То есть хуже уже стало. Хуже уже стало. Хуже не станет. Но я в эту перспективу... Да и вы должны захотеть ее здесь... Совершенно верно. Совершенно верно. Еще должны захотеть. Я как раз хотел предложить тем, кто готов на темы поднятые порассуждать, поговорить, пригласить к микрофону. Вот о нашей родинской истории вряд ли кто-то здесь больше знает, чем Николай Сергеевич Леонов. Я бы ему предложил выступить. А по поводу монархии, пожалуйста, я готов выслушивать, но только разговор должен быть конструктивный, не переводящий все, так сказать, в сферу таких... Заоблачных фантазий, так сказать, очень отдаленного будущего и не имеющего реального политического решения. Да, пожалуйста. Да, вот, может быть, Виктор Сиротин. Может быть, вы выступите. Виктор Сиротин – это скульптор, сейчас живет в Соединенных Штатах, но это наш русский скульптор, продолжающий лучшие традиции русского искусства. Спасибо. Я не рассчитывал на длинную речь, я просто хотел подчеркнуть мысль, товарищ Выскол, господин, я не помню, извините, не знаю, Димулин. Это очень важная мысль, что общество должно быть готово к монархии. Это первое, готово. Второе, общество должно согласиться с монархией. Это две вещи, которые взаимосвязаны. А вообще, мне кажется, иногда кажется, что не начинаем ли мы середине. Дело в том, что сейчас, мне издалека кажется, что государства нет, развалено все, все связи развалены. Мне кажется, сначала должно быть государство, потом сильное государство, а потом должна быть монархия, империя, форма империи. Вот несколько слов, как я сказал. И мне хотелось бы, чтобы ближе к реальности происходил анализ, потому что, если мы будем витать в облаках, мы в облаках и останемся, а потом рухнем и разобремся. Не дай Богу. Спасибо. Николай Сергеевич, выступите. Не могу, пожалуйста. Дорогие друзья, я, наверное, скажу парочку слов на правах, наверное, самого старейшего участника вот наездного собрания. Мне уже, так сказать, хорошо пошло на 9-й десяток. Я действительно принимал участие во многих баталиях общественных, в том числе, вместе с Андреем Николаевичем, в доме сидели, двух оба сражались. Он уже упомянул о том, что я где-то там легну, думскую практику нашей деятельности и нынешней власти. Я хочу, чтобы мы, уж если на то пошло, поговорили о вещах, которые практически стоят перед нами сейчас. Потому что ведь Андрей Николаевич это политолог, это писатель, который прежде всего откликается на современные темы. Хотя началось разговоры о спарте, о афинах и прочее, въехали в монархию. И если мы будем заниматься дискуссиями о темах, нам конца времени никогда не хватит. Абсолютно. Мы говорим о том, что вот есть, что будет в ближайшее время. Ну, во-первых, конечно, при части нашей дискуссии свелась к тому, как выбирать, как создавать партии, общественное движение, как судиться, добиваться и так далее. Поверьте, вот, как говорят старому коню, что при нынешней избирательной системе в России все разговоры о возможности изменения судьбы Отечества с помощью избирательного процесса, при нынешней избирательной системе. Бесполезно. И все усилия на сей счет, это будет пустой тратный времени. Глубоко убежден в этом, и я думаю, что и Андрей Николаевич, потому что мы просидели в этой думе четыре года, и он занимался тем же, чем примерно и я. Поняв, что там мы никому не нужны, мы не брошенные гости, и никакие проекты законов наших не дойдут никогда до трех, они не будут обсуждаться всерьез. Мы сохранили усилия и аппараты свои на то, чтобы собрать материалы, написать вот те книги, которые как раз сегодня вот презентуют здесь, о том, что творилось и как делается вот в наше время. Это лучшее, что можно сделать сейчас вот в этом качестве, как депутат Думы и как возможно политолог в ближайшее время. Конечно, мы историки, я тоже историк так профессионально, мы знаем, что основным источником для истории всегда являются исторические документы. После них по важности идут мемуары современников или свидетельства современников этой эпохи. Вот он, автор сегодняшний Андрей Николаевич, является современником и участником свидетелем тех процессов, о которых он пишет. Если он пишет о Родине, то это в общем-то мы будем рассматривать пусть персональную версию подлинных событий связанных в Родине, как партии. Все, что касается национальных проблем, он тоже их свидетель, он жился. Этому можно верить с учетом партийных естественных авторов, взглядом каждого автора. Нынешние наши работы в виде книг нынешнюю власть не колышет. Она на нее не распространяет на эту книгоиздательскую деятельность своих цензорских ламп. Она считает правил небольшие тиражи тысячи, две тысячи гембляров. Ну пожалуйста, вот элита патриотическая, национальная элита, пусть читает, пусть она занимается этим. Это не дойдет до широких народных масс. К кому в общем-то они должны быть адресованы. Если мы это связываем еще с возможностью изменения первозрения, чтобы потом подвести подбородительный процесс, не дойдет. Поэтому книги пишите сколько угодно и что угодно. Страшнее всего для власти это появление людей типа Савельина на телевидении. Вот там бы они обратились к миллионам. Вот там бы их аргументы надо было бы так сказать подвергать уже либо третике, либо принятию. На телевидение не пустят или никогда или может быть пригласят где-нибудь в круглый стол где дадут бросить пару фраз. С телевидения всех выпихнули кто мешает. Потому что они знают силу этого воздействия на насилие. Интернет тоже хорошо. Правильно. В интернете все прекрасно. Кроме одного. Ко мне приходили сейчас вам скажу ребята которые представились что мы из интернетовской оппозиции из сетевой оппозиции которые мне развили теорию что всякая попытка создать партию движения под названием с лидером с адресом юридическим с адресом фактическим подставляет эту открытую организацию под обстрел со стороны ФСБ и прокуратуры и кому угодно. Ну раз известны лидеры провозили гладили бобуры они уже уязвимы во первых для коррупции безусловно для угрозовых адресов или в адресах детей безразличных что угодно они становятся объектом давления стороны власти а вот мол сетевая наша оппозиция она неподступна для ее никто не знает она невидима она такая так сказать оппозиция невидимка и она действительно существует мы видим сейчас же в интернете сидим с утра до вечера кому сколько времени позволяет мне как присягнеру побольше я чувствую что там конечно пулькает все время это клопочет это магма но это магма я им так говорю ребят она никогда не найдет выхода так и будете клокотать год десять у вас же нет юридически организационных форм воздействия на политику ведь вы же не партия вам никто не разрешит принять участие в выборах как вы вообще материализуете свое недовольство невозможно поэтому конечно интернетовская оппозиция наверное очень сильная вещь и чем дальше будет развиваться вот эта сетевая система чем больше людей будет втягивать в себя тем конечно власти страшнее потому что она эта сетевая оппозиция возможно перекинется в то что происходит в арабском мире вот однажды как в арабском мире как в Тунизии в Египте нет ни партии политической нет ни лидера политического нет ни программы политической и вдруг выкатывается цунами народный на площадь бушует день за днем сметает правительство спрашивается кто это организовал попытка объяснить что нам ЦРУ это конечно ерунда никакая спецслужба не в состоянии вызывать революцию она может поддержать подполку направить куда-то но создать вот этот цунами она не в состоянии поэтому то что вот делает Андрей Николаевич я правильно сказал да мы адресуемся к узкому кругу людей но мы помним о том что рукописи не горят и свидетельство очевидца и участника останется и эти книги пусть они будут единичным накрепляют но они будут источником информации от того источника света который власть конечно старается либо не замечать либо старается всячески погасить поэтому в этом отношении ваши труды они конечно делают огромное дело историческое и это ваша основная заслуга в настоящий момент что дальше будет мы не знаем то что в Думе мы работали это напоминает мне высказывание одного правокса латиноамериканского освободительного движения Симона Поливора который умирая от пуперкулеза в возрасте там лет 40 что ли сказал а я всю жизнь в общем-то пахал море то есть что бы я ни делал за мной оставалась та же водная гладь по которой я прошел нечто подобное вот мы и пережили когда мы тут говорим о родине я еще не читал книгу о родине я ее с удовольствием прочитаю внимательно потому что у меня отношение к лидерам родины не то что отрицательное а люто отрицательное ведь я же всех изблизи видел увеличительное стекло рассматривал как в указе того же Рогозин того же Глазин того же Бабурина ведь мы-то им поверили а я та старая перечница уже так сказать проживший жизнь вообще побывавший на разных континентах я поверил в эту святую идею родины бросился на нее совершенно оголтел Андрей дрался физически с Жириновским я дрался с Жириновским на экранах телевизоров до того что врачи говорят а у вас инфаркт молодой человек вам пора бандит уложиться после разговора с Жириновским и только потом когда я увидел о том что эти лидеры из себя представляют конечно у меня наступила голубочайшая разочарование и всякий кто поверит впредь ребята я вам буду искренне и долго жалеть потому что это уже дети этого времени сформированные и выписанные властью они настолько все коррупированы настолько они все не сами а живут в какой-то совершенно иной так сказать в роли кукольного актера что конечно говорят нам лидера надо еще родить наверное он родится потому что ситуация в стране очень трудная вот этот самый потенциал критический потенциал негативный он просто вот прямо как будто бы дрожжами зарядили нашу общество в России как выразить как выразить это сколько бы мы не искали вот форм пока говорят мы боимся ОМОНа да там суды прокуратура запреты все мы все знаем прекрасно но ведь есть же формы которые минимизируют угрозу для граждан и максимально увеличивают угрозу для власти когда они спрашивают а что это такое я говорю хотя бы простейшие вещи если бы мы смогли это сказать всем но в день выборов кого угодно те кто не хочет поддержать нынешнюю власть ну оденьте на себя белый значок повесьте белый платочек в кармашек какую-нибудь так сказать белую ленточку что угодно галсу колените белый но вы покажите что вы не причастны к этому избирательному фарсу что вы голосуете против вы никогда не проверите избирательное голосование подсчет голосов это же номинально кто считает кто-то выигрывает считаете не вы но покажите что вы к этому не имеете отношения участвуйте но к победе яков так сказать официально вы отношения не имеете вы сразу выйдете на улицу какая белая стала Россия сейчас вот происходит вот то о чем все почти возмущены вот этим кукольным театром который перед нами разыгрывается принимается абсолютно полудурков грубо говоря и ведь никто не сказал ну остановитесь хотя бы на час проведите хотя бы предупредительную зарпостоплю что мы видим это и мы осуждаем это не надо нарушать там сход нашего экономического развития кто вот об этом как раз и стоит вопрос это любая общественная организация партия могла если бы она захотела если бы она захотела но пока такой силы нет очень много форм еще раз повторяю уже накопленных миром мирных форм протеста против того насилия которое совершается поэтому конечно вот на фоне того о чем мы сегодня говорим на фоне богатства литературного исторического политического которое представляет Андрей Николаевич конечно рано или поздно такие формы протеста бескровные бескровные без насилия они все-таки начнут разрушать ни одно правительство в мире пало от таких простых вещей поэтому конечно в данном случае мы можем только говорить о том что если мы надеемся на то что Родина возродится она должна возродиться невозможно допустить саму мысль хотя как мы говорим я в одной из своих работ тоже написал вот умом разумом а поверьте я 13 лет раздравлял информационно-аналитическое управление советской разведки я был начальником последнего аналитического управления КГБ все процессы которые происходили в стране мы предельно ясно видели и предельно ясно говорили тем кто принимает решения но как говорится одно дело объективная реальность а другое дело конкретные носители власти они могут не видеть этого не обращать внимания потому что волюнтаристы со страшной силой но вот именно опираясь на свой опыт я ей говорю что здравым смыслом я действительно иногда и не вижу будущего отечества но сердце вот своим как вот русский человек как православный человек я не могу смириться с этим поэтому своих детей внуков всех своих слушателей ребята если мы только смиримся с этим будем похожи на тараканчиков которых облили горячей водой и они спокойно поджар влаг и сливаются в эту самую канализованную трубу вот этого мы не должны позволить ни себе ни своим близким и в этом отношении Григорий Николаевич делает благородное и очень нужное для Бога в колени делал спасибо 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 спасибо